Радио Свобода Указ вице-президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР Меня разбудили рано утром звонком друзья, и я начал звонить знакомым депутатам Юшенкову, Шейнису, Волкову, другим, которые по моим представлениям должны были быть уже арестованы И обнаружил, что все спокойно спят в своих постелях И как только они узнавали, что произошли такие события ГКЧП Они тут же собрались ехать в Белый дом, организовывать какое-то сопротивление И тут я понял, что дело пошло у них не так, в смысле у переворотчиков Ну и сам тоже собрался ехать в Белый дом, работать оттуда В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны в катастрофе В вестибюле Мидовского пресс-центра, где вокруг телеэкрана собрались журналисты, которым не удалось пробиться в зал, нередко раздавался смех Уж слишком очевидно нелепыми казались многие ответы сопредседателей самозванного ГКЧП на нелицеприятные вопросы журналистов Я из американского посолства, они меня пропустили и я пошел на эту пресс-конференцию ГКЧП Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Что касается вашего утверждения, что сегодня ночью совершен государственный переворот, я позволил бы не согласиться с вами Как вы объясните закрытие многих газет, спрашивает Янаева, сотрудник еженедельника «Аргументы и факты», попавшего в проспекционный список А мы не закрывали, ничтоже сумняшись, отвечают исполняющие обязанности Некоторые средства информации сыграли неблаговидную роль в углублении нынешнего кризиса И мы вынуждены будем их перерегистрировать Что касается перерегистрации газет, то мы постараемся этот процесс не затягивать Как происходила эта перерегистрация на радиостанции «Эхо Москвы» Первый, попавший сегодня под гусеницы танка, если позволена будет такая метафора В 7.40 утра в студии появились 10 сотрудников КГБ Я был первым жителем Советского Союза, который стал внештатным тогда корреспондентом «Радио Свобода» Это был ноябрь 88-го года, буквально через пару дней после того, как советские власти выключили глушилки Я слушал разные голоса, и мне хотелось быть с теми людьми, которые выступают против коммунизма За какое-то другое европейское, западное будущее России Люди иногда слушали сквозь глушилки, то есть там, может, каждое десятое слово было понятно Но только от того, что там произносят какие-то запрещенные слова, там, солженицын и так далее Уже настроение становилось лучше Так что, ну а когда прекратилось глушение, слушали все, слушали миллионы людей И отклик на каждую передачу был колоссальный Что такое чрезвычайное положение для нас сегодня, 19 августа? Кажется, оно почти неощутимо Летний жаркий день, на улицах праздные толпы, пляшут, смеются, поют, как и прежде, как и вчера Правда, вот всюду танки Голоса Московской улицы, 9 часов утра Что меня потрясло, когда я ехал за города, когда я расспрашивал на платформе некоторых людей Они очень радовались и говорили, наконец-то, хана этим всем демократам Всем демократическим течением сейчас необходимо объединиться, иначе мрак Ну а как бороться с танками, если действительно танки идут? С плачением, гражданское непонавление, только и так Все каналы информации по стране перекрыты И лишь один юноша сказал Мы будем, как в Будапеште, как в Праге Бросать в танки бутылки с горючей смесью Его явно не поддержали Программа «В стране и мире» Москва на проводе Марк Дейч На Манежной площади я увидел спонтанный митинг Несколько троллейбусов были развернуты поперек улицы Горького, ныне Тверской То есть тем, чтобы не пропустить БТРы к Манежной площади Несколько БТРов подошло к троллейбусам, но развернулись и ушли Машин не пройдет! Довольно долго все раскручивалось А потом, когда уже в Моссовете начались заседания Потом вышли люди на Манежную площадь Тоже и останавливать танки Есть такая фотография, как я стою прямо возле этого танка К вечеру 19-го числа настроение переломилось У меня не было ощущения, что вот это всерьез и надолго Вот так Хотя, конечно, панические слухи тогда распространялись всякие В первый же день мы приехали в Белый дом на пресс-конференцию Бориса Ельцина И я договорился, что мы сможем пользоваться одним из кабинетов И вот все эти дни мы работали из этого кабинета Нам звонили из Мюнхена и мы передавали материалы Вот там, видите, с правой стороны на повороте здания То есть видно и набережную, и мост Оттуда было видно, кстати говоря, и стрельбу около тоннеля А танк, где Ельцин находился в первый день, когда он произносил свою речь Он вот там, внизу, тоже с правой стороны стоял Не было очень хорошо видно из окна Объявляем незаконными все решения и распоряжения этого кабинета У микрофона Савик Шустер У нас на линии в прямом эфире Верховный Совет РСФСР Михаил Соколов и Андрей Бобицкий От танков и БМП, экипажи которых перешли на сторону Ельцина В результате оказалось около 30 Москвичи, собравшиеся возле Верховного Совета Встретили военных изъявлениями буйного восторга Москвичи уже обжили площадь перед Белым домом Полчаса назад сюда прибыл мэр города Москвы Гаврил Попов Его провожали в здание под крики «Браво!» События этих суток подошли к критическому рубежу Налицо раскол в вооруженных силах Еще в полдень, когда Ельцин зачитывал свой первый указ Сказалось, что на его стороне лишь моральная сила закона и конституции А сейчас, похоже, эта сила права отливается в конкретные действия Вооруженные люди охраняют здания Десятки тысяч людей на улице И как атофиоз нашелся спаситель Отечества Майор из табанской дивизии У микрофона Ефим Фиштейн Второй день государственного переворота Понимание путча как фарса пришло гораздо позднее И дрожащие руки Янаева И общая дезорганизация И «Лебединое озеро» вместо нормальных информационных программ Московского телевидения Все указывало Но понятно было лишь позднее Что заговорщики не владеют ситуацией Наши противники двигаются осторожно И смотрят на реакцию Если ее не будет, они пойдут дальше У микрофона Ефим Фиштейн В Москве комендантский час Даже ТАСС прекратил поставлять подписчикам свою продукцию Все агентства мира жалуются на отсутствие телефонной связи с советской столицей Но в нашей программе вы услышите прямые репортажи И самые свежие корреспонденции с места событий Обратите внимание, если вы видели картинки Людей стоявших вокруг Белого дома У очень многих была поднята рука А в руке был радиоприемничек маленький Они слушали радио «Свобода» И они слушали голоса наших ребят, сидевших в Белом доме До нас доносятся очень заглушенные звуки коротковолновых приемников Люди вокруг них собираются, стоят Люди нас слушают И для многих это единственный источник информации В шахматах это называется темпом Может быть на стороне ГК-чипистов Было количество фигурок, армия и прочее Но темп решительно был на стороне демократов Самым серьезным моментом сегодняшнего утра становится военное противостояние путчистов и сил верных президента России Было страшновато, поскольку танки ездили уже второй день И в общем настроение было такое, что мы пережили одну ночь без штурма, но довольно нервную И вторая ночь казалось, что вот-вот ситуация разрешится Мы находились в самом Белом доме И видели, собственно, какие-то передвижения, непонятные колонны, стрельбу, трассирующие какие-то пули Как потом выяснилось, это на Новом Арбате, собственно Ночь была историческая, запоминающаяся И мы с Андреем Бабицким провели ее в Белом доме в достаточно таком напряженном состоянии Мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетраспантеров приближаются к баррикадам В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами Однако защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент По пока непроверенным сведениям, прозвучала цифра, что два человека уже погибло И, видимо, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания Мы не прощаемся, мы будем ждать И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире Михаил Соколов, программа «Стране и мире», Москва, Краснопресненская набережная К утру стали известны обстоятельства более ранней трагедии на пересечении Садового кольца и Нового Арбата Колонна бронемашин совершала маневры, была остановлена людьми После чего одна из боевых машин пехоты начала таранить троллейбус Люди попытались ее остановить, и тут первые жертвы Пока с достоверностью можно говорить о двух погибших Это рабочий Владимир Усов, он был убит прицельным выстрелом в голову А архитектор Илья Кричевский погиб под гусеницами БМП Есть также и раненые Три мальчика, погибшие под танками, были символом тогдашнего разворота России к демократии Мне жаль, что сегодня их имена не упоминаются, а может быть и не помнит никто Ныне эпоха военного пути, обогатившая наш словарь уродливой аббревиатурой ГКЧП на излете Это же произошло так быстро, это был такой короткий период Вот эта ночь была страшная, но потом была такая эйфория Это ликование как-то очень быстро стерло вот все эти опасения Люди, блуждающие по коридорам с красными от бессонницы глазами Еще вяло обмениваются друг с другом слухами о возможном нападении на здание подразделения спецназа Который якобы хоронится где-то в кустах возле здания Однако, похоже, слухам этим уже никто не доверяет Люди, стоящие вокруг здания, не торопятся уходить домой и, думаю, вовсе не потому, что опасаются нападения Самодеятельный оркестр исполняет развеселую музыку, горят костры Прослая ночь стремительно уходит в прошлое, превращаясь в тяжелый кошмарный сон Указ, о котором давно мечтали российские демократы Он говорит о ликвидации монополии на средства массовой информации Президент России превращает пепел от коммунистического прошлого В удобрение для свободного некоммунистического будущего После сообщения Ельцина о том, что ГК ЧП в полном составе спешно отбыл во Внуково Разительно изменилась тональность сообщений, передаваемых по центральному зелью Но чрезвычайной сессией выступил президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин В коридорах обсуждаются самые различные варианты дальнейшей судьбы ГК ЧП Самым невероятным представляется слух, больше похожий на хорошую шутку, что ГК ЧП в полном составе попросил политического убежища в Ливии Я не меняю своих оценок, я считаю, что это была неожиданная, однородная, антикоммунистическая, демократическая революция Как в свое время шутили, что Николаю Второму нужно было вручить орден Октябрьской революции Точно так же Хрючкову, Пуга и другим товарищам следовало бы вручить какой-нибудь орден за прорыв этого гнойника Добрый вечер, Дмитрий, вы только что вернулись в пресс-конференции, на которой Виктор Горбачев сказал, что среди других радиостанций я слушал тоже «Радио Свобода» Раз уж начали с этого, хочу предложить вам один документ, который я только что получил по факсу От лица всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании выражаем радиостанции «Свобода» глубокую признательность и благодарность за оперативное освещение трагических событий в Советском Союзе Миллионы советских людей, лишенные возможности получать информацию по российским каналам, слушали ваш свободный голос Я думаю, что ключевой момент истории современной России – это тот момент, когда толпа собралась штурмовать здание КГБ на Лубянке Это было 23 число Приехал Ельцин и сказал, что не нужно этого делать, я стоял в этой толпе И он сказал, я назначил Бакатина председателем КГБ, расходитесь Председателем КГБ назначен Бакатин Вадим Викторович И вот тогда история повернула в ту сторону, в которую она идет сейчас Потому что я думаю, что если бы толпе тогда удалось ворваться в это здание, захватить его, поставить архивы под свой контроль, выгнать оттуда этих людей Был бы шанс, я не говорю, что сто процентов, был бы шанс, чтобы сейчас не произошло то, что произошло Вот это был роковой момент Соблюдать спокойствие и приступить к работе Все, спасибо, самого доброго Роль Ельцина в том, что ГКЧП не удалось, была решающей Сейчас перед моими глазами вы разошлись Он тогда, между прочим, был сторонником свободных средств массовой информации Не случайно, что он именно тогда подписал указ об открытии Радио Свобода в Москве Потому что чувствовал, что роль независимого средства массовой информации она ничем не заменима Где-то 22 числа в Белом доме мы столкнулись с Борисом Ельциным Мы стояли с Андреем Бабицким и удалось записать небольшое интервью И в конце этого интервью он нас поблагодарил за то, что делала Радио Свобода во время борьбы с ГКЧП И в этот момент, собственно, мне пришла мысль о том, что нужно каким-то образом аккредитовать Радио Свобода Борис Николаевич, Радио Свобода всегда была на территории Советского Союза персоной Нонграда Однако, как выяснилось, она незаменима на случай военных переворотов Потому что мы в течение двух суток были фактически единственным средством массовой информации Которые постоянно в прямом эфире давали информацию о событиях, передавали все ваши указы Скажите, можно ли будет сейчас решить вопрос об официальной аккредитации нашей радиостанции на территории России Ретранслации ее передач Я уже давно не испытываю аллергии, чувство недоверия к вашей радиостанции «Свобода» Всегда откликаясь на вашу просьбу давать интервью А во время вот этого переворота, это был один из немногих каналов Через который можно было сообщить по всему миру и самое главное по России Потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужило станцию Мы должны вас аккредитовать Говорит радио «Свобода» В Москве 9 часов утра Передаем последнее известие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!